В 2023 году рождаемость в Магадане снизилась на более чем 6% по сравнению с 2022. На свет появились 864 ребёнка. При этом показатель выше областного на 11% и среднероссийского на 4,6%. Об этом рассказал руководитель управления организацией медицинской помощи Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области на заседании Координационного совета по демографическому развитию. Смертность, по его словам, также ниже прошлого года почти на 9%. В числе причин тяжёлые заболевания, отравления алкоголем и дорожно-транспортные происшествия. Умерло в 2023 году 1087 человек, что на 110 человек меньше, чем в 2022 году. В 2022 году умерло 1197 человек. Показатель смертности округа ниже областного на 0,9. По Магаданской области коэффициент 11,5 на 1000 населения. Ниже показатель по Российской Федерации на 5%. Показатель по Российской Федерации коэффициент составляет 12 на 1000 населения. И ниже по ДФО на 9,5%. По ДФО коэффициент 12,6 на 1000 населения. Обсудили на заседании число зарегистрированных и расторгнутых браков. Так, в Союз заключили 724 пары, развелись 538 семей. Ну и такое самое приятное, это популярные имена или редкие, которые давались мальчикам и девочкам при рождении. Ну, приятно, что популярные имена, в общем-то, такие достаточно известные давно. Это Артем, Александр, Максим, Мирон, Михаил, Тимофей, Иван. Девочек чаще всего называли также Александра, Алиса, Диана, Ольга, Татьяна, Виктория, София. Вот тоже удивилась, что Ольга и Татьяна стали вдруг часто называемыми именами. Их давненько не было, да. Ну, редкие имена, естественно. Артур, Гордей, Георгий, Виталий, Руслан, Есения, Евдокия, Мия, Ульяна. Вот такая информация ЗАГСа. Еще одна тема – ход диспансеризации. По информации Минздрава, в прошлом году свое здоровье проверили чуть более 22 тысяч человек из запланированных 36 тысяч. При этом в первую группу здоровья – это люди, не имеющие заболеваний, вошли всего 7,5%. Во вторую – 15,5%. В третью – 77% взрослого населения. Что касается детей, то здесь показатели выше. Из 18 385 человек профосмотры прошли 17 033. По результатам диспансеризации определены следующие группы здоровья. Первая группа здоровья – это здоровые дети – 4777 детей, 28%. Вторая группа здоровья – это здоровые с риском развития заболеваний – 9 318 детей, 14,7%. Третья группа – хронические заболевания в стадии компенсации – 2798 человек, 16,4%. Четвертая группа здоровья – хронические заболевания в стадии субкомпенсации – 47,46 человек, 0,3%. Алексей Ровчак добавил, что в этом году диспансеризацию должен пройти 46 381 жителей областного центра. Напоминаем, сделать это можно во втором отделении городской поликлиники, расположенном по адресу площадь Горького, 6. Олеся Хитагурова, Илья Пачин. Специально для «Карибу».